Приветствую вас на канале Реальный Сочи. Мы продолжаем цикл видеообзоров ремонта в жилом комплексе Посейдон. Давайте посмотрим, что у нас здесь изменилось с прошлого раза. Первый слой шпаклевки уже сделан. Потолок все-таки мы решили опустить до ригеля в коридоре. Привезли уже сегодня плитку в санузел. Начнем завтра ее делать. Здесь у нас душевая кабина. Внутри кабины будет три полочки. Вот мы собрали. Здесь с этой стороны будет душ. Вот она наша плиточка испанская. И будут вставки у нее из мозаики. И на полу у нас будет вот такое вот интересное панно. Пол будет черный и будет черная столешница у раковины. Остальное все будет светло-бежевое с золотыми вставками. Так, ну здесь у нас пока ничего особо тоже не поменялось. Сейчас будем шпаклевать вторым слоем. Проверили розетки, выключатели, чтобы ничего не забыть. Нужные высоты. Еще раз вам покажу плиточку нашу красивую. Такие выключатели у нас будут со стразами. Так, здесь у нас тоже три подсветки будут у кухни. В цоколе будет подсветка, на фартуке и внутри шкафчиков. Также не забывайте про розетки. У нас их будет пять на кухонной зоне. Лишние розетки не бывают никогда, как я всегда говорю. Значит, батареи у нас в этой комнате не будет. У нас здесь будет теплый электрический пол. Качество окон хорошее, поэтому я думаю, батарея здесь будет лишняя. Тем более не хочется закрывать вот это красивое панорамное окно. Колонну, где у нас будет телевизор, мы решили облицевать плиткой. Плитка тоже эксклюзивная, красивая очень. Полностью будет колонна из плитки. Здесь вот мне записку написали, что нужно привести. Потолок тоже на второй слой сейчас будем шпаклевать. И уже можно будет багет делать на нем. В принципе, хорошо получилось. Убрали наш ригель кривой, который можно посмотреть в предыдущих видео. Так, во второй спальне собрали потолок. Здесь будет тоже квадраты вот такие вот классические в обрамлении с багетом. А здесь будет у нас просто ровный натяжной потолок. Мы спроектировали большой очень угловой шкаф в коридоре. Сейчас я вам отдельно покажу макет его. Очень интересное такое решение. Мы его уже применяли в одном нашем проекте в парке Горького. Очень удобно, функционально, красиво. То есть шкафов здесь будет всего два у нас. В этой квартире вот этот большой шкаф в прихожей. И небольшой будет шкаф в одной из спарин. Таким был мой небольшой видеообзор третьей части нашего ремонта. Если понравилось это видео, как всегда ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить много интересного о нашем ремонте. По поводу доставки вы у меня спрашиваете. Доставку нам, как правило, делают магазины. Материалы мы покупаем тоже, как правило, в разных местах. Не буду конкретно никого рекламировать. Где-то бывает, каких-то материалов нет в наличии. И приобретаем в другом месте. По поводу грузчиков также вызываем их отдельно. Оплачиваем их работу. И отдельно оплачивается доставка. Ну я, как всегда, была рада встрече с вами. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. С вами была Ирина. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok